с если говорить о полноценности в программных продуктах то фотошоп является самый 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 который включает в себя все что можно и не нужно если говорить о конкретике то фотошоп что может фотошоп на текущий момент я даже скажу что он может все основная задача у него конечно обработка фотографий но благодаря фотошопу сейчас практически можно сделать что угодно то есть это и обработать и цвет и составить коллаж и поработать с видео и в принципе даже поработать с трехмерными объектами которые также позволяют фотошоп и распечатать еще если говорить о полноценном просмотре то есть вы можете также там стерео изображение делать если что вот но ретушь это вообще как бы отдельная история и понятное дело что без фотошоп ретушь никак не проходит в любом случае фотошоп участвует в этом напрямую и все красивости которые появляются в интернете и в журналах сразу понятно что это фотошоп вот фотошоп сейчас уже ну скажем так вот учитывая то что я вижу многие работали в фотошопе да причем как бы многие пишут что два года назад там пять лет вот фотошоп изменялся и сейчас версии уже далеко не CS а версии CC надеюсь вы в курсе об этом да то есть как бы версия Creative Cloud которая предлагает вам не только программный продукт фотошоп но и куча дополнительных сервисов по развитию творчества да раскрытие творчества потенциала и тому подобное то есть как бы сам факт присутствия дополнительных сервисов это уже хорошо то есть команда Adobe нам любезно предоставляет теперь за буквально недорого сам фотошоп да то есть как бы напомню что фотошоп теперь это не роскошь то есть как это раньше было то есть понятное дело что для российской ситуации наверное все таки фотошоп никогда роскошью особо не был да фотошоп ввиду того что как бы команда Adobe наверняка не знала что в России столько пользователей фотошоп но сейчас как бы благодаря его небольшой стоимости теперь команда Adobe в принципе знает что пользователей фотошоп в России гораздо больше то есть сам фотошоп 300 рублей в месяц это немного что может ну если мы говорим о фотошопе да и в дальнейшем на развитии фотошоп если говорить о фишечках уже сразу да появились кучу логических инструментов которые позволяют многие вещи сделать буквально за вас то есть если как бы для вас это занимает много времени да по действиям то ну скажем благодаря инструментам фотошоп он значительно готов сократить время да например по выделению всяких лохматых да объектов по составлению фотографий выравнивания фотографий там подобных вещах то есть как бы там достаточно много интересных интересных моментов которые позволяют нам быстренько собрать несколько фотографий в одно целое да позволяет нам делать панорамные фотографии и тому подобное ну если опять же вот у нас тема посвящена наверное как правильно изучать фотошоп да и здесь опять же я тоже хотел бы уделить этому внимание потому что как бы зачастую в интернете если посмотреть информации конечно много то есть как бы безумное количество да различных скажем так сайтов которые каждый готов рассказать о чем то вот и вот мне бы хотелось узнать было бы вот неплохо если бы у нас была такая дискуссия да чтобы я понимал что вы здесь тоже находитесь что это не боты тут сидят да вот то есть вот кто пытался изучать фотошоп вот так вот по книжке или по советам да вот знаете как иногда вдруг показал пару пару приемов теперь я постоянно это использую или как то еще были какие то такие моменты да тут самая наверное все таки как бы основной момент то что на текущие да сейчас что самому сейчас очень сложно изучать с точки зрения большого количества информации да второе вот Мария написала что по пятой версии 15 лет назад вот но Мария я могу сказать так да то есть сейчас по пятой версии так микрофончик да он запрещен сейчас иначе у нас такая какофония будет звуковая что мы просто напросто все оглохнут поэтому он включен и надо писать сюда вот по поводу пятилетней версии пятой версии 15 лет назад я могу сразу сказать что она книжку еще можно было свободно написать в 400 страниц и в общем то как бы было все понятно да да на текущий момент даже если посмотреть help фотошопу официальный help фотошопу он составляет 935 страниц с дополнительными ссылками на места которых может быть все затруднительно вот то есть как бы объем конечно вырос значительно и попытка учить по книжке особенно если это является help ну крайне сложно вот так и простые уроки формы институт видеоролики из ютуба и частные уроки понятно но смотрите частные уроки может быть и хорошо а может быть плохо здесь вопрос именно насколько человек который дает частные частные уроки квалифицирован в данном плане то есть тоже много моментов являются такими спорными то есть если говорить о вот этих всех источниках которые мы сейчас перечислили то очень сложно на текущий момент сложно отбирать действительно правильный источник да потому что как бы вот если посмотреть на все буквально залезть в интернет посмотреть в ютюб тот же самый я тоже мониторю время от времени какие-нибудь такие интересные вещи которые кажется сначала интересные но в большинстве случаев я бы сказал где-то 95% случаев знаете я получаю разочарование учитывая то что я знаю ну скажем так как это делается да и вот когда показывают ролик да или смотришь какой-нибудь урок где написано вот супер крутой эффект как сделать ты начинаешь читать как этот эффект получается супер крутый и понимаешь или смотришь и понимаешь что половины действий человек который как бы хочет рассказать о том как это должно быть вы interpreте и то что это не правильно да то есть неграмотно то есть я могу сказать что результат получается то есть в любом случае path shopе когда мы что-то делаем да uh результат какой то оно получится то есть можно просидеть там два часа и получить результат можно получить этот результат за полтора часа да можно за полчаса И просто по самим действиям зачастую смотришь, что выполнение данного урока идет абсолютно неграмотно, к сожалению. И даже если посмотреть уроки в интернете, которые именно текстовые, не видео уроки, а именно текстовые, то очень часто натыкаешься на обыкновенный перевод. То есть по сути, по крайней мере на территории России почему-то получается, что нормальных уроков как таковой и не делается. Не знаю почему такое происходит, может быть потому что те, кто умеет делать, не хотят писать эти уроки, ну или просто некуда. Например, как мне, я понимаю, что я писал как-то на форумах пару уроков, но просто-напросто писать еще как-то дополнительно мне, честно говоря, не надо. И понимаю, что многие вещи выглядят очень неграмотно по действиям. Системность в изучении, конечно, я согласен. И самое главное, что интернет этой системности не дает. То есть если смотреть опять же те же самые уроки, то вы, получается, урывками хватаетесь здесь, там, тут. То есть вы научились как-то одно делать, другое, третье. А общей системности, как было сказано, оно действительно отсутствует. То есть по сути получается, что вроде бы оно и есть, но знаете, вот как разбросано по полкам, где-то в одном месте, где-то в другом валяется что-то, да. И вот собрать воедино, и чтобы это действительно получилась методика получения результата, оно отсутствует. И причем как бы зачастую у многих тех, кто хотят показать видео на тему, как сделать круто. То есть бегут в одно место, в другое, в третье. И самое страшное или, на мой взгляд, даже самое неудобное, то что делается на уроках. И вот имею в виду на видео уроках, да, или тем более на уроках, которые идут текстом, да, нет объяснения почему. Это самое главное, да, это самое страшное. Потому что вот когда вам говорят, сделайте это, да, вы вроде бы хотите задать вопрос, почему. То есть я не понимаю, почему нам нужно так сделать, да. А ответа, как таковой, в данном случае не поступает. Вот. И, к сожалению, во многих случаях почему так не раскрывается. Поэтому получается, что прочитав урок или посмотрев урок, вы понимаете, что вроде бы вам сказали сделать это, да. И мы повторяем. Качественные. Ну, если вы хотите качественные, ну, в любом случае за качество платить. Я в основном смотрю на непосредственно зарубежные источники, да. И если прямо говорить, что есть ли зарубежные уроки, которые действительно крутые, качественные и все такое, да. Есть такая команда, но это надо понимать английский, да. И, в общем-то, понимать, что зарубежные системы обучения несколько отличаются от русскоязычной. То есть, есть уроки, которые относятся на сайте linda.com, вот. Но можно сразу понимать, нужно понимать даже, да. То, что англоязычные сайты, учитывая то, что это вообще американский сайт, да. Он еще, знаете как, они любят очень много рассказывать одного и того же. То есть, буквально, если мы смотрим, я просто об этом сразу предупреждаю. То есть, если хочется узнать о какой-то новой фишечке, у них фишки постоянно новые, качественные, видео классные. Но за это, во-первых, надо платить. Во-вторых, вот, если смотреть линдовские уроки, то можно получить такой момент, да. То есть, вы смотрите буквально 15 минут и понимаете, что из этого всего то, что там сказали, повторили 10 раз буквально, да, 5 минут хватило бы. Это стандарт, это американский стандарт. То есть, размазывание вот этого кусочка масла по целому батону действительно очень напрягает порой. Если хотите действительно еще качественный ресурс, курсы наши, пожалуйста. У нас отличные курсы, хотите по вебинару, хотите по фактическому присутствию. Ну, по крайней мере, я вам точно могу ответить на любые вопросы, которые у вас будут возникать. Ну, я думаю, что наши преподаватели, которые преподают фотошоп или другие программы, могут также качественно ответить на любые. Ну, а так, в любом случае, да, я могу сказать, что из интернета конкретно выбирать сайт, который всегда будет постить замечательные вещи без шлака, такого не будет. То есть, как бы, вот, как показывает практика, да, вот, опять же, я самостоятельно все равно смотрю, где на различных сайтах, как бы, информацию читаю. В основном, да, то есть, как бы, как бы сайт ни был, все равно идет большинство, ну, так, либо совсем все просто там, да, то есть, как бы, неинтересно практически, либо, действительно, половина, можно сказать, абсолютно бесполезной информации, которая, знаете, не зная основной базы, информационной базы, вы будете выбирать в себя, ну, самых лучших, да. И самое главное, то, что зачастую, вот, на курсах еще, вот, в отличие от того, что мы можем с вами изучить, да, нельзя говорить о нюансах. То есть, и получается, что особенно нюансы, да, дают о себе знать потом, ну, в дальнейшем деятельности какой-либо. То есть, например, вы сталкиваетесь, там, с полиграфической частью, да, или, может быть, фотопечать, и как раз нюансы, они очень важны. А в интернете об этих нюансах многие даже не пишут, или многие даже не знают. Вот, то есть, они приходят, как таково, обычно, с практикой, и те, кто постоянно это практикует, знаете, они об этом не афишируют, не публикуют. То есть, а вот на наших курсах, в принципе, мы можем такие вещи обсуждать, и, по крайней мере, очевидные, скажем так, недочеты, или очевидные нюансы, которые затрагиваются в темах, об этом мы, естественно, говорим. Потому что, как бы, без этого, ну, сложно. Особенно, если там какие-нибудь тяжелые курсы, какие-нибудь сложные, то есть, не просто фотошоп базовый, как у нас есть, да, а фотошоп уровень 3, который относится к автоматизации, подготовке к печати. Там столько нюансов, которые, вот, чтобы в интернете получить должную информацию, да, ответить на вопрос, почему мне нужно сделать, или как мне нужно сделать, чтобы получилось хорошо. Вот, вам нужно прочитать не менее трех книжек, листов по 300-400, да, посмотреть видеоролики, и еще буквально повариться в, ну, скажем так, в этой сфере, то есть, в сфере, допустим, полиграфии, да, хотя бы год, да, чтобы понимать четко, как, за что и что отвечать. То есть, получается, да, какой срок вам нужен, чтобы вы могли для себя уложить информацию и выбрать из полученной информации, ну, скажем так, основные пункты, основные элементы. Ну, то есть, в любом случае, вот, из книжек, да, практики и каких-то нюансов, да, у вас получается свое такое мировоззрение, да, а если выбрать вот так просто сливки, сказать, вам нужно сделать это, это и это, вы просто потом не поймете, что будет, если как-то по-другому это развернется, да, то есть, как бы, в любом случае нужно знать информацию более расширенную. Ну, мы пытаемся об этом говорить на курсе, да, может быть, как-то отходя от тематики или углубляясь в какие-то тематики, но все зависит, конечно, от группы, насколько группа заинтересована в той или иной сфере. То есть, в любом случае обсуждение может происходить. Ну, опять же, если говорить о изучении материала у нас на курсах, да, у вас помимо того, что вы получаете более подробную информацию, есть и куча других, в принципе, да, то есть, даже вот такой, знаете, контрольный в голову, да, вот элементарно вопрос на тему, в кинотеатры все мы же ходим, да, вот можете даже ответить на мой вопрос, в кинотеатры все ходят, или кто-то, знаете, вот был бум такой в 90-е, когда видики появились, да, и там все, видик, он должен был уничтожить кинотеатр, вот буквально. Ну, я смотрю так, получается, все-таки редко ходят в кинотеатры, ходим. Ну, хорошо, даже если не кинотеатры, учитывая то, что, возможно, как бы есть, скажем, ну, особые пристрастия к жанрам и так далее, да, в театры ходим же, да, правильно? Или в театры не ходим, в кинотеатры не ходим, ходим по барам. Да, захождение в бар, да, или кафе, хотя бы даже элементарно зайти в кафе, попить кофе, да, на концерт, что, зачем мы туда идем, с какой целью? То есть, получить что-то, да, то есть, как бы, ведь, по сути, на концерт, можно концерт посмотреть по телевизору, да, а кино можно посмотреть по DVD, да, эмоции, вот, да, мы говорим эмоции, мы можем, это коллективность, да, попить чашечку кофе, тоже приятно, да, прийти где-то отдельно посидеть, то есть, вне, скажем так, своего классического пространства, да, то есть, я имею в виду дом, дом, стол рабочий, да, на котором мы сидим. То есть, то же самое можно получить на курсах, да, дополнительные эмоции, которые вы получаете в процессе общения, причем, как бы, не только с преподавателем, но и, конечно же, скажем так, общая, да, группа, это уже включаются дополнительно люди вокруг, с которыми можно общаться, общие интересы, друзья, да, новые друзья и так далее. В любом случае, это все плюсы, сплошные плюсы, да. Если вы считаете, что вы не хотите ни с кем общаться и вообще вам приятнее дома сидеть, опять же, тот же самый вебинар, вот, как мы сейчас смотрим, да, также можно изучать и курс непосредственно вебинаров. Это тоже, как бы, это тоже получение знаний, такое же общение с преподавателем, да, и опять же, получение ответов на вопросы почему. То есть, на мой взгляд, гораздо удобнее. Ну и плюс, вот как мы говорили до этого, да, это время. То есть, как бы, сколько можно сэкономить времени, да, на буквально каких-то мелочах. А мелочи, они всегда приятны, да, и вам не нужно там перекапывать кучу информации, причем практически не нужна информация в интернете, потому что это выцепить очень сложно, вот, какие-нибудь мелочи. Вот, а так вы можете сразу, по крайней мере, услышать или узнать, где это можно, какие нюансы посмотреть хотя бы, поискать, да, если преподаватель, допустим, не готов ответить. Ну, по фотошопу я, в принципе, готов ответить вам на любые вопросы, потому что, в принципе, не вижу проблем. Хотя, по иллюстратору и дизайну тоже думаю, что проблем в этом плане, ну, как таковой, нет. Давайте я сейчас тоже посмотрю ресурс. Что это за ресурс такой, про что? А, видел, это типа фотошоп в онлайне на базе флэшах. Угу. Видел такой ресурсик. Вот, ну, не знаю, про возможности, честно говоря, мне неудобно пользоваться веб-браузерами, да, то есть, особенно с точки зрения графической редакции, потому что буквально, понимаете, момент, я привык работать быстро, да, и горячими клавишами, и мне как-то вот предложили воспользоваться вот этим ресурсом, потому что фотошоп под рукой не было. Ну, честно говоря, я буквально, у меня дрожь взяла, да, потому что я понимаю, что я хочу сделать быстро, мне надо всего пять минут для того, чтобы это сделать в фотошопе. В браузере я просто замучился. Тыкнуть сюда, туда, горячий клавиш нажимаешь, выполняется команда браузера, а не самого загруженной программы. То есть, это было нечто. Я, честно говоря, просто был в шоке от таких вещей. Ну, не знаю. Причем функционал, полнофункциональность, все-таки, как бы, мы должны понимать, что если вы хотите использовать фотошоп полноценно, особенно если это касается каких-нибудь качественных выводов, потом подпринты и так далее, но, как бы, данный ресурс этого вам не даст. Конвертация цвета, обработка цвета, какие обработчики там заложены. Я, честно говоря, не влезал совсем в, скажем так, на глубины данного, то есть, работая там с профилями, подключение профилей, контроль, количество цвета. Я это, ну, не смотрел в этом браузере, но думаю, что там мало чего доступного в этом плане есть. И, конечно же, фишечки. Новые фишечки, которые появляются сейчас с завидной регулярностью, потому что команда Adobe теперь обновления выводит вообще постоянно буквально, да, и, как бы, вот, если говорить о фотошопе, фотошоп CC вышел в прошлом году, в этом году уже вышел фотошоп версии CC 2014, а на текущий момент фотошоп уже идет, как CC 2014 версии 2. То есть, там дополнились достаточно интересные ресурсики, вот, типа, размытие в движении, да, по траектории и так далее. Да, там дополнительные фильтры, ну, скажем так, они интересны своей визуализацией дальнейшей. Видимо, как бы, будут развивать ее дальше. Я покажу вот эти фишечки последние. Вот, достаточно интересно. Так, есть ли еще вопросы по системности, обучению, курсам? Вопросов нет, да? Ну, давайте покажу по фишечкам, что... Прошу прощения. Давайте покажу по фишечкам некоторым, которые появились именно в версии CC 2014, причем, скорее всего, в версии 2. То, что, может быть, там можно посмотреть, кстати, по поводу фишечек, да, опять же, в отношении, скажем так, изучения самостоятельного, да, и изучения на курсах. То есть, о всех новых фишках всегда можно спросить на курсах, нежели там у кого-либо, да, потому что все-таки, наверное, есть два официальных источника, где можно данную информацию подчеркнуть. Первое, это постоянно следить на сайте Адобе за тем, что они пишут о новинках, да, а второе, это спросить у меня, ну, или у других преподавателей, у которых преподаватель подошел, потому что, в принципе, я слежу за тем, что появляется, читаю то, что они там добавляют, убирают, да, с ними общаясь, но, к сожалению, единственное, что российское представительство сейчас приказало долго жить, и было расформировано. Теперь, когда представительство Адобе в России не существует, вот, поэтому приходится смотреть так, что они выпускают, и общаться, если что, напрямую с зарубежными представителями. Ну, как-то по-другому уже, получается, не будет. Если говорить, допустим, о некоторых новинках Photoshop, давайте покажу, вот, допустим, появился, ну, появились несколько фильтров, достаточно интересно, кстати, а вот трехмер, кто не занимается, не? Вот, из-за того случая, ну, видимо, да, видимо, наверное, не занимаемся, потому что, как бы, тихо, да, у нас, получается, не отвечаем. Ну, видимо, никто и не занимается. Ну, тогда трехмер, которого не будем, так вот, допустим, и нормально. Вот, допустим, в Photoshop появились новые фильтры, которые позволяют вам более интересно сделать различные виды размытия, да, это Blue Gallery, отдельная позиция, в которой добавились там размытие закручивания, да, и размытие вращения, и размытие в движении. А, пробовали, или, а, пробовали, что, размытие, вот это Pass, Spin, или трехмерку, и, а, 3D, да? А 3D в Photoshop и пробовали? Я имел в виду, трехмерка и вообще, в целом, кто-нибудь занимается 3D? То есть, я не говорю, что сейчас конкретно Photoshop. Photoshop 3D, это отдельная тема, его нельзя рассматривать, как именно способ создания трехмерных моделей. Вот, то есть, как бы, здесь, наверное, другое немножечко больше. Вот, 3D в Photoshop, по сути, требуется, как простейший способ получения моделей, плюс, очень, скажем так, распространенная тема трехмерного текста, которая была недоступна в Photoshop. Раньше, по старинке, приходилось манипулировать иллюстратором плюс Photoshop, а это было очень неудобно. Вот, и, как бы, Photoshop в этом плане, действительно, знаете, как была шикарная находка в этом плане, да? То есть, как бы, не то, что прям находка, но, как бы, то, что появилась возможность, и, как бы, не уходя никуда далеко, плюс возможность текстурирования, это дало бы много плюсов в работе. Ну, именно с трехмерными моделями. То есть, в Photoshop есть, есть много плюсов своих, но нельзя рассматривать, как становление полноценного 3D, как 3D Max, допустим, Cinema 4D и так далее. То есть, как бы, надо рассматривать, как отдельный продукт. Я имею в виду, сейчас, по сути, я задавал вопрос на тем, кто пользуется вообще программами трехмерного моделирования или нет. То есть, как бы, я смотрю, как у нас активность понизилась. Александр, Алексей. Вот, Екатерина. Да? Екатерина, вот для текстурирования, кстати, в Photoshop появился дополнительный плюс. А вы занимаетесь 3D, да? То есть, Екатерина? Работаете в трехмерных программах, как я? Вот. Осваиваете, да? Ну, во-первых, в Photoshop текстуры создаются несложно, да? То есть, как бы, даже буквально на первом курсе, если как дополнительная информация, а на вторых курсах мы обязательно рассматриваем, как создавать, допустим, те же самые бесшовные текстуры. Мы это в любом случае делаем, да? А, допустим, если говорить о серьезном, таком, действии, вот, в отношении 3D, то в Photoshop появилась возможность с помощью фильтра создать, скажем так, создать карту нормалей, да? Или карту объема, то есть, которая позволяет вам добавлять в 3D программах составлять выпуклости рельефа. Вот. Кстати, достаточно интересные фильтры. Плохо, конечно, пока они не имеют формирования с точки зрения настроек, да? Но вот получить 3D-карту нормалей, то есть, когда я применяю фильтр, да, говорю, что меня интересует 3D, я говорю Normal Map, вот, вам наверняка вот это должно быть знакомо, да? То есть, вот именно такой образ, вот, как раз для придания объема, да? То есть, как бы, именно рельеф, текстура, структура. Штука удобная, по сути, да, и можно получить быстро, то есть, как бы, благодаря именно Photoshop. Наверное, по большей части он для себя это сделал, но, как бы, имеется момент, то, что это можно использовать и в других программах, например, как 3D Maxi. А что именно как выглядит? Что имеете в виду под этим? Сергей, я бы, наверное, предусматривал бы, чтобы подойти к Photoshop, закрыть глаза и сказать «сделай хорошо», да? и он бы сделал хорошо. Было бы так круто. Еще круче, если говорить с точки зрения медицинской цели. Одеваем маску, подключаемся к Photoshop, быстренько прыщики все замазали, горбинку на носу исправили, и это в реале все происходит. Вот это круто. Только главное вот здесь доверить себя хорошему Photoshop. Применительно половина экрана не вылезает. Я могу, конечно, попробовать экранчик уменьшить. Сейчас постараюсь. Возможно, разрешение моего экрана великовато. Я надеюсь, ничего не пропадет. Так, экран лучше стал, нет? теперь видно? Нет? Все равно половина? Очень странно. Давайте тогда я верну как было. Наверное, позволяет экраны делать то, что положено. К сожалению, верну тогда обратно, чтобы было нормально. Так, обратно вернулось все? Не вернулось. Так. Наверное, вообще не надо было тогда трогать такие вещи. в самом фотошопе вы имеете ввиду картинку или что? Я могу поближе сделать картинку или фотошоп уменьшить. Серое на изображении вы имеете ввиду вот это может быть? Я сейчас не знаю. Серый экран. Лучше? Ага, вон как, это все понятно. В данном случае это волшебный чат. Благодаря чату я смотрел, что вы пишете. Сейчас я посмотрю, вы ссылочки в сале какой-то. Наверное, скриншот. Нет? серый скриншот. Ага, все ясно. Это был чат, по которому мы с вами как раз общались и я убрал его в стороночку. Теперь я буду отвечать возможно даже сложнее, потому что у меня видеть его будет не так постоянно видно, что вы пишете. Поэтому будет немножечко строможение. Я буду отвечать, потому что буду читать. Так, если говорить о 3D, то, что я получил, это именно в свитке фильтр 3D и вот как раз были две позиции. Бэмкмап и нормалмап. То есть, по сути, то, что делается для получения 3D изображений. Если говорить о получении 3D-шки, допустим, в фотошопе или для какой-то конкретной реализации, я могу показать еще одну из фишечек применения 3D и, возможно, дальнейшего какого-то, да, я сейчас открою какое-нибудь, что-нибудь с наших курсов, о чем мы беседуем на одном из. Вот, замечательная картинка. Все видно, я думаю, да, нормально же? и сделаю ее достаточно простой. Я ее так выделю, скопирую, вот, а саму картинку как бы постараюсь сейчас вроде бы испортить. Ну, как покажется, что я испорчу, например, применю black and white, да, то есть, имя чижаться с black and white, отрегулирую, чтобы у меня было там чуть-чуть посветлее. Ну, как-то так, может даже потемнее. Гора посветлее сделаю. Ну, контрастненькая картиночка, окей. И с помощью levels я ее углублю практически полностью. не так. Даже не так. Поставлю 240. Почти ничего не видно, но это мне только на пользу, потому что сейчас, допустим, с помощью 3D-возможности я смогу получить, например, вот такую сферку. Да, переключусь. Сферу, у которой есть объем, у которой есть рельеф. Если обратить внимание, рельеф присутствует. Единственное, что сейчас мне нужно будет делать, пока я не смогу отвечать, я не вижу, что вы пишете. Я, допустим, отработаю немножечко со светом. проработан. Давайте цвет поставлю с другой стороны. Я как-то больше предпочитаю видеть наш континент. Вот здесь как-то так. Цвет нормально падает. То есть, будет так. Чтобы он был цветной, я доработаю до цветного состояния. Верну обратно цвет. Сохраняю. Закрываю. цвет появился. Теперь я вижу вот такую вот землю. Работаем в целом. Если посмотреть, она теперь объемная. Чтобы не настолько, допустим, были горы пиклыми, возможно, они не очень хорошо смотрятся. Я могу чуть сгладить рельефчик. обудрять текстуру. У меня есть текстура, которую я применю, допустим, небольшое размытие. Фильтр блер, стандартный гаусс, какой-нибудь пиксель 2. Сохранить смотрю. Сохраняю. Смотрю. Ну вот, уже нету достаточно жесткости. Если что, всегда можно доработать и использовать в каких-то своих целях для получения более интересных вещей. Если посмотреть, видно, что земля смотрится уже по-другому. Чтобы посмотреть на нее в более качественном виде, вы всегда можете задать потом расчет изображения. элементарно нажать пасма, скажем так, расчет, рендер называется по сути, где он уже фотошоп сам пересчитает все полностью, вычистит, прорисует красиво тени и так далее. и так далее. сейчас я верну, все, да, как было, не помешал. Видео может зависать, все-таки трехмерка, я больше решил на то, что 3D возможно, из-за 3D оно немного зависало. я сейчас остановил, он просто проводит расчет, защищает все, ну, я думаю, видно, что получился рельеф, который можно потом использовать, ну, мало ли, какие задачи с точки зрения той же самой рекламы, а получить быстренько с помощью фотошопа, да, рельеф, это, скажем так, что да, новенькое, по сути. То есть, не надо никаких лепардов уже можно и так, то есть, достаточно, чтобы была земля. Создание каких-то вообще иных миров для, в качестве фантастики тоже не проблема. Все, видно и можно самим практиковать такие вещи. Если говорить о тексте, опять же, текст тоже позволяет создавать трехмерку, использовать трехмерку, то есть, когда я что-то напечатаю, да, получить результаты. помимо этого, я закрою сейчас это, да, текст, ну, скажем так, если, а у нас кто-нибудь вебом занимается, кстати, народу вроде бы сейчас достаточно много, кто-нибудь практикует веб-строительство, сайтики там, есть, есть, да, братика. Вот, допустим, команда Adobe нам предлагает вариант использования шрифтов, причем, как бы, шрифтов именно для веб, да, то есть, как бы, я, на самом деле, как бы, веб меня не сильно интересует тема, но, насколько я знаю, то, что, как бы, чтобы шрифты читались на сайте, вам нужно этот шрифт все равно иметь при себе, правильно, то есть, и хранить его там на сервере вместе со всем, со всем остальным. Насколько я знаю, именно так нужно поступать. Вот, и команда Adobe нам предлагает возможность, чтобы мы шрифт не хранили при себе. Вот, почему, допустим, шрифт при себе хранить не нужно. Да, но, например, если вы используете какие-нибудь красивые шрифты, вот, они могут на компьютере прочитаться, да, а, допустим, на каких-то мобильных устройствах не прочитаться. То есть, и увидеть там как козябру. Вот, а чтобы, допустим, сайт был читабелен со всех сторон, как говорится, со всех мобильных устройств, гаджетов там подобных, вот, то вы можете поступить, как? Воспользоваться сервисом, который предлагает команда аддомина. Сервис называется Typekit, входит в подписку, то есть, если вы оформили лицензионную подписку на использование Photoshop, да, или других программ, вот, то вы всегда можете подключиться к данному сервису, выбрать нужный ламшрифт, и если мы говорим о именно использовании шрифта для веб, там выбор огромный в этом плане, но выбрать шрифт, который вас интересует, и, в общем-то, взять просто ссылочку на этот шрифт. То есть, загружается диблиотека шрифтов, вы всегда можете сказать, что вас интересует какой-то конкретный язык, допустим, я говорю, Russian, то есть, это русскоязычный, вот, я говорю, что меня интересует не Desktop Use, а, например, использование только веб-юш, только для веб, и после этого просто потом говорю, ну-ка, что у нас там из ручных шрифтов, да, то есть, как бы, вот они, русскоязычные, да, причем, как бы, с эффектом написания, какими-то, писали, или, хочу еще декоративные взглянуть, какие есть декоративные шрифты, вот, после чего можете сказать, хочу его использовать, use fonts, он вам предлагает использовать шрифт, и вы просто говорите, что хотите использовать на таком-то сервере, да, то есть, показываете адресочек, он туда прописывает все, получаете ссылочку, прописываете в коде, все, да, то есть, шрифта фактически, которого при вас нет, вы используете его, только напрямую, ссылаясь на Typekit, да, который постоянно работает, и можно свободно использовать. это, если мы говорим о вот этом дополнительном приложении, кстати, очень удобно, и также представляется для, если кто-то будет заниматься полиграфической частью, да, и не хочется искать шрифты, то здесь есть база русскоязычных шрифтов, которые можно использовать на компьютере, да, он постоянно следит за тем, какие шрифты вы подключали, то есть, и подключает их буквально в режиме реального времени, не перезагружать ничего не надо, я просто выбрал шрифт, сказал подгрузить, и он автоматически в Creative Cloud вам может потом указать, что вы подключили шрифты, вот он, да, он видит, какие шрифты подключены, пожалуйста, он пишет, что они синхронизированы, в любой программе они будут отображаться, их могу свободно выжить, вот, плюс, Photoshop по последнее время может свободно шрифты фильтровать, то есть, когда я беру инструмент работы с текстом, развернул списочек, у меня всегда есть возможность сказать, что я хочу видеть шрифты, которые я закачал, которые я взял в Typekit, вот они здесь помечаются, вот, а чтобы выбрать шрифт, вот, раньше, чтобы поиск шрифтов осуществить, надо было точно знать его имя, теперь этого не надо, я должен хотя бы знать какие-то сочетания букв, которые используются в этом шрифте, то есть, я говорю, мне нужны шрифты, которые с использованием идут, например, надписи PRO, я выбираю PRO, и он мне пишет, какие есть PRO-шки здесь, вот, MOR PRO, MARID PRO, еще другие, TROYAN PRO, и так далее, то есть, удобная система подбора шрифтовка, как мне закончится, это тоже, до свидания, вы уже уходите, мы еще не закончили, но давайте еще для затравочки последнее покажу, из новых вишечек, то, что появилось, допустим, именно в Photoshop последней версии, это еще дополнительные фильтры, которые называются, находятся у нас в рендере, и они идут как Flame, Picture Frame и Tree, в данном случае, это, скажем так, фильтры, которые создают огонь, которые создают сами рамки, и которые создают сами деревья, вот, ну, генератор деревьев, конечно, вещь такая сомнительная, да, ну, чисто, может быть, прикольная, а вот Picture Frame или просто Flame, да, то есть, как бы, создание огня, почему бы и нет, очень удобная вещь, вот, я создаю путь огня, показываю, да, а потом, применяя фильтр, я говорю, нужно обязательно использовать огонь по этому месту, да, вот оно, линия, формирование огня, я говорю, огонь, вот у меня появляется огонь, я регулирую, какой тип огня я хочу использовать, да, у меня есть разные здесь возможности, вот, сказать, сколько линий в огне будет, то есть, его турбулентность, насколько он, какие завихрения проходят, различные вибрации, прозрачности и так далее, то есть, выставляю все критерии, формирую свой собственный огонь, который мне нравится, да, если он мне нравится, я могу обязательно сохранить, как пресет, сохранить его, как свой собственный огонь, созданный лично, вот, указать, формирование линии огня, вот, и в конце концов, нажать окей, и он формирует на основе этого огня, формирование рамок, тоже достаточно интересная вещица, да, но, насколько она часто нужна, хотя, если смотреть на тенденцию последних использований различных приложений, то, что обычно делают там всякие инстаграмы, которые, на мой взгляд, только портят фотографии, да, то почему бы не испортить фотографию рамкой, да, и как вариант я беру рендер, говорю picture frame, вот, и выбираю, какая рамка мне нужна, да, то есть я формирую образ рамки, то есть я указываю, какие мне хотелось бы использовать непосредственно основные элементы рамки, да, то есть мне нужно там с космонными уголочками, там, еще какими-то, да, я выбираю там толщину, я выбираю непосредственно размеры и так далее, то есть остается дальше выбрать цвет, ок, нажимаю ок, и в общем-то получается быстренько получается рамка, ну, а деревья, давайте последний, да, деревья, применяю render, ну, тут вообще полный разгул, то есть единственное, что если бы был еще вид сверху, было бы вообще просто шикарнейшая вещь, к сожалению, вид сверху здесь невозможен, только под углом, то есть есть камера tilt, то есть наклон камеры, под каким углом она смотрит на дерево, вот, но в любом случае вы как, допустим, кто хочет создать лошадный дизайн, в принципе, можете предусмотреть различные деревья, то есть здесь достаточно крупная база, даже можно получается свою базу знаний повысить, да, то есть как бы выбором деревьев, вот, ну, дальше регулируем свет, количество листвы, вот, такой сейчас сделаю новогоднюю елочку в марте, да, вот так, молодой елкой марте, вот, нажимаю окей, и в принципе формируется такая вот елочка, причем согласно форме еще, да, неизовутая, ну, как-то так, есть ли вопросики по поводу всего, что мы с вами обсудили, да, наверное, больше у меня вопросов возникает, что сам принцип изучения материала, то есть как лучше, надеюсь, все было понятно, ну, фишечки, фишечки, а не всегда фишечки, все понятно, ну, на всякий случай, давайте я скину адрес, где на меня можно посмотреть, на меня можно посмотреть, ну, хотя бы на сайте специалист о центре преподавателя, я сейчас ссылочку скину, если кто про меня не знает, работа как работа в центре преподавателя Морозов Кирилл, вот, в принципе, здесь можете посмотреть видео по другим материалам различным, да, то, что, как бы, я проводил совместно с командой Adobe, да, так сказать, вот, все, я послал ссылочку, надеюсь, она ушла, не знаю, ссылочка прошла или нет, но, в любом случае, на сайт специалист можно, да, зайти, посмотреть, вот, посмотрите видео, ну, в общем-то, буду ждать вас на своих занятиях, возможно, семинарах, вебинарах, так далее, надеюсь, вам понравилось, и тогда до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok